Сегодня мы с тобой погружаемся в захватывающий мир искусственного интеллекта и творчества. Изучим невероятно мощный инструмент для создания изображений на основе текстовых описаний. Stable Diffusion, поехали! Прежде чем начнем генерацию изображений, нужно все установить. Заходим на GitHub и скачиваем необходимый софт. Теперь скачиваем сам Stable Diffusion, распаковываем архив и запускаем файл webui.user.bat. Первый запуск будет достаточно долгим, так как нейросеть будет устанавливать все необходимые библиотеки. Как закончится установка, запустится в веб-интерфейс. Следующий шаг это установка уже обученной модели для генерации фури артов. Как скачалась модель, переносим ее в папку Stable Diffusion, модели Stable Diffusion. Возвращаемся на веб-интерфейс, обновляем список чекпоинтов и выбираем нашу скаченную модель. Еще сразу советую установить Fluffy Rock. Скачиваем по ссылке, переносим файл в Stable Diffusion модели LoRa. Возвращаемся на веб-интерфейс, вкладка LoRa, обновить страницу. Ну что ж, давай теперь попробуем сгенерить с тобой первый артик. Примеры текстовых описаний для генерации можно найти на той же вкладке, где качали модель. Выбираем изображение, которое больше всего понравилось. Копируем описание, то есть то, что хотим видеть на арте. И негатив, то, чего мы не хотим видеть на арте. Выставляем настройки, как на видео, и пробуем создать нашего первого лисика. Вот такая милота у нас получилась. А теперь переходим к самому интересному. Как же генерировать арты своей фурсоны? Рассмотрим два варианта. Первый, это если у тебя нету артов своего персонажа. Рекомендуется как минимум 15 картинок, чтобы наеросеть корректно обучилась рисовать окрас твоей фурсоны. Но никто не мешает подробно описать твоего персонажа текстом. Давай попробуем это сделать на примере моего енота. Сейчас не выходит корректно нарисовать основной цвет моего персонажа. Поэтому нужно, так сказать, усилить описание этого основного цвета. И сразу же получаем то, что и хотели. Чтобы изменить стиль рисунка, ты можешь выбрать одного из двух тысяч художников, которых можно найти на странице модели. Выбирай то, что нравится, и вписывай имя художника. Можно добавить сразу несколько авторов, чтобы миксовать стиль. Пришло время рассмотреть второй вариант генерации артов своего персонажа, а именно обучить наеросеть по рисункам твоей фурсоны. Заходим по ссылке на гитхаб, скачиваем проект. Распакуем архив и запускаем First Run КМД. После будем запускать проект уже через WebUI КМД. Первый запуск, как и со Stable Diffusion, будет весьма долгим. Как закончится установка необходимых библиотек, запустится веб-интерфейс. Пока свернем браузер и создадим папки, как указано на экране, и загрузим арты твоей фурсоны. Возвращаемся на веб-интерфейс и начинаем настройку. Выбираем раздел LoRa. Заходим в Accelerate Launch. Mixed Precision устанавливаем BF16. Выбираем раздел Model и устанавливаем путь к модели, которую мы скачивали ранее. Название твоей лоры можно ввести любое. Устанавливаем путь к артам твоей фурсоны, а Safe Precision выбираем BF16. Заходим в Folders. И устанавливаем путь выгрузки нашей новой лоры в Stable Diffusion модели LoRa. В параметрах Max Strain Steps устанавливаем 0, LR Планировщик Constant. Снимаем галочку с Buckets, а Network Rank и Network Alpha устанавливаем в 144. Все готово, теперь можно запускать тренировку. Данный процесс может занять достаточно много времени. Все зависит от того железа и сколько артов ты подготовил. После завершения обучения заходим на веб-интерфейс Stable Diffusion, раздел LoRa и обновляем список. Там должна появиться новая лора с твоим названием. Давай снова попробуем сгенерить своего персонажа по описанию, как делали в первом варианте. И видим, что в моем случае есть много ошибок в окрасе. Добавляем в текстовое описание нашу лору и пробуем заново. Окрас верный, но стиль арта слишком отличается от тех художников, которые им не нужны. Поэтому уменьшаем значение лоры. В итоге получаем стиль уже ближе к выбранным художникам и с верным окрасом. Осталось попробовать сгенерировать артик в полный рост. Давай это и сделаем. Все корректно работает, и теперь можно делать любые арты своей фурсоны. Свою лору ты можешь в любой момент переобучить, подготовить другие артики и запустить тренировку. Обязательно расскажи в комментариях, все ли у тебя получилось. А если будут вопросы, то пиши, с удовольствием на них отвечу. Удачи!